С Муратом Насыровым мы долго и нудно искали место, где бы лучше взять интервью. Да, как-то сошел. Здесь это все-таки лучше, перспективно. А лучше вот туда. В результате нашли самое неудобное. Таинственность. О, у меня как-то двое деревья. За кулисами метелицы, да, оказались? Это не за кулисы, это коридор специальный, по которому ходят повара, официанты. Музыканты здесь, артисты редко ходят. Вы, наверное, преподнесли самый оригинальный подарок Алене Адвиной. Да, я спел с ней песню, которую мы с ней пели два года подряд, без репетиции. Столько лет уже прошло. С тех времен, сколько мы ее не поем. По-моему, года два назад, да, вот вышел ваш вот этот хит, эти лунные ночи. Это все-таки был, как бы, пиар такой, да? А сколько? Разве это было? А сколько? Пораньше. Ой, лет пять уже прошло, да? Да, два года и пять. В общем-то, а сроки разные совершенно. Но это вообще был пиар-хот, потому что ходило очень много слухов. И сейчас чем занимаетесь? Просто так ко мне подошли или вы пиарите? Я на пиаре. Ну, поскольку мы, в общем, пребываем все в состоянии пиара, потому что это идеологии нам преподнесено. Все, каждый наш шаг, это, в общем-то, пиар и желание заработать, дабы обеспечить себя и быть богаче, чем, там, твой сосед, или, там, обзавидоваться кому-то и так далее. Мы живем просто неправильно, поэтому это пиар. Впервые слышу, что аннотацию к этим альбомам написала Дарья Данцова. Это любимая писатель. Ну, видимо, да. Вообще, Алена очень много читает. Я знаю, что я всегда сколько с ней ездил, она не вынимала книги из рук. Я ее просто обожаю и люблю, и желаю ей здоровья крепкого, и все остальное там наберется. Я же говорил, здесь, видите, официанты ходят. Неудачно. Скоро там очередь за вами скопится. В курсе, где вы сейчас там? Да. Практически это мой второй дом. Потому что я здесь любую дырку знаю, я здесь часто выступаю. Это метелица, развлекательный комплекс. Я предлагаю вам посмотреть в объектив этой камеры, вы попали в мандраже. Что сделал? Попали в мандраже. Ну, я думаю, что я не попал, я просто туда проник.